КНС Соколовска является главным узловым элементом межрайонной системы водоотведения. Сюда приходят колонизационные стоки из Королёва, Медвежоозёрского, Загорянского и самого Щёлкова в объёме более 200 кубометров в сутки. В результате выпадения сильных дождей в ночь на 14 июля произошёл технологический сбой в работе насосного оборудования станции. Вышли из строя резервные насосы. Сегодня муниципальное предприятие Объединённый Щёлковский водоканал ведёт замену одного из четырёх перекачивающих стоки агрегатов. Коллектор и станция работают 1964 года, и мы получили ситуацию, что работы по капитальному ремонту, по реконструкции, по обследованию, которые должны проводиться регламентированно ежегодно, не проводились в ближайшие 5-8 лет. Значит, на сегодняшний день мы уже проводим реконструкцию за деньги Министерства ЖКХ в посольской области. На эти средства выполнена замена соматичного коллектора протяжённостью около километра из Королёва до КНС Соколовская. На самой станции рабочие Щёлковского водоканала приступили к ремонту электрооборудования. Рассматриваются вопросы о включении в программу реконструкции этого года вышедших из строя насосов и арматуры на сумму 47 миллионов рублей. В этом году Министерство ЖКХ рассматривает возможность включения в программу капитального ремонта аварийного оборудования, насосного оборудования, замена запорной арматуры, грабель, решёток. А на будущее планируется реконструкция, в будущем, в 2017 году планируется реконструкция полностью всей станции. В удручающем состоянии Щёлковский водоканал получил в управление станцию Соколовскую от ЗАО «Эко-Аэросталкер». Это произошло в 2015 году. Чтобы наверстать убощенные, коммунальные службы вынуждены проводить работы в аварийном порядке за счёт собственных средств. Мы затрачиваем из средств водоканала порядка 6 миллионов для того, чтобы поменять оборудование, отремонтировать насос, отремонтировать электрическую часть, для того, чтобы не привести к экологической катастрофе, чтобы не попала вода, сточные воды в клязьму. Количество резких запахов с КНС за последний год значительно сократилось, отмечают жители соседних домов. Бывает вечерами, когда, видимо, большой водоразбор происходит, когда многие пользуются, наверное, основная масса людей. Тогда бывает, появляется запах. А вообще так особо, конечно, такого катастрофического у нас нет. Совсем другие эмоции испытывают новосёлы микрорайона Богородский в Щёлково-7. После обрушения части износившегося коллектора запах канализации стал распространяться по обживаемой людьми территории. За месяц на портал Добродел из микрорайона поступило 13 жалоб. Коллектор межрайонного значения здесь гасятся стоки из нескольких коллекторов Пушкина, Ивантеевки, Королёва. Как вы мучают запахи здесь? Ощущается? Ну, говорю, вот сзади дома бывает то, что невозможно пройти, вот просто задыхаешь нос и бежишь. А на детской площадке? На детской площадке, ну, я бы не сказала, что ощущается. Не очень. Ну, а в целом нравится вам здесь? Да. Если бы ещё запах убрали до конца, вообще была бы красота. Правительство Московской области совместно с министерством ЖКХ изучило эту проблему нашего средства и заложило в бюджет порядка 67 миллионов рублей областных средств и администрация Щелковского межмуниципального района 6,5 миллионов. Итого это получилось порядка 73 миллионов. На сегодняшний момент водоканалом уже заключен договор с подрядной организацией на проведение проектных и изыскательских работ. Ходили к застройщику, застройщик показал мне вот этот вот злосчастный какой-то там колен. Источник вы знаете, да? Да, да. Водоканал постоянно там придёт, что-то поделает, уходит. Придёт, поделает, уходит, а мы страдаем. По данному вопросу были приняты меры от администрации Щелковского межмуниципального района, проведён комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все документы были направлены в правительство Московской области и в МЧС России для выделения финансовых средств, потому что это очень большая затратная работа по финансовым средствам. Порядка 70 миллионов рублей. Сейчас нам финансовые средства уже одобрились, софинансирование администрации тоже имеется. Как только средства области поступят в район, Щелковский водоканал приступит к реконструкции коллектора. До этого времени коммунальные службы будут закрывать провал камеры полиэтиленовой плёнкой. Специалисты водоканала успокаивают. Конструкция самого коллектора ещё достаточно прочная. Она позволит выстроить над камерами так называемую крышку из железобетона, и проблема запаха будет решена. Михаил Налётов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».